Доброе утро! На 12-м канале «Час новостей» в студии Анны Кокориной. Смотрите в этом выпуске. И снова снег, а может с дождем. Синоптики прогнозируют похолодание. Прошел по городу, оценил ремонт многоэтажек и заглянул во дворы. Здесь же свалка, здесь же газ у вас. Газгольтерный. Место это правильно определено? Это позорище просто. Выходной Александр Бурков проинспектировал все округа Омска. Благотворительный концерт, интерактивные площадки и беспроигрышная лотерея. А мечи собрали больше 20 тысяч рублей для бездомных собак и кошек. План упражнений расскажут тренажеры. Технологии идут, и мы тоже не стоим на месте, стараемся соответствовать, для того, чтобы наши мечи были здоровее и сильнее. В Амурском поселке открыли суперсовременную спортивную площадку. И зажгли под ритмы доминиканской бачаты. А мечи танцевали в парке. В Омске вновь выпадет снег. Во всяком случае, об этом заявляют синоптики. Уже сегодня летняя жара сменится похолоданием. Днем будет не выше плюс 15, а ночью столбики термометров опустятся до нуля. Местами возможны отрицательные температуры, до минус трех и порывистый ветер. Обещают метеорологи дождь и мокрый снег. Такая погода продержится всю эту неделю. Немного потеплеет к выходным, а жара вернется в Омск после 20 мая. Александр Бурков проинспектировал все городские округа и пригрозил чиновникам кадровыми решениями, если те не наведут порядок. И речь не только о скопившемся во дворах мусоре. Губернатора интересовало, насколько глава округов владеет ситуацией и оперативно реагирует на сигналы о мечей. Увиденным руководитель области остался недоволен. Елена Смирнова расскажет подробно. Не просто транспортный узел, а визитка города. Железнодорожный вокзал, как и аэропорт, это первое, что видит каждый, кто приезжает в Омск. За лето территория ощутимо преобразится. Уже обновили систему освещения, появятся здесь теплые остановки и живая изгородь. По благоустройству мы какие-то посадки еще будем делать. Крутономеры лиственные, причем подобраны породы так, чтобы цвет в осенний период был разный, чтобы оттенить маленькие теплойники, которые сейчас растут. Тема благоустройства во время объезда вообще стала главной. Губернатор побывал во всех пяти округах города. Спрос был жестким. Места, где живут, отдыхают и гуляют каждый день. А мечи, насколько они комфортны. Для окружных глав внезапная инспекция стала экзаменом на знания своих районов. Так руководителю Октябрьского округа пришлось объясняться из-за недоработок в капитальном ремонте. Вот это откуда? От того, что вода здесь. Крыша сделана за деньги народа. Да? Вот ситуация. С чего это все? Это все молкнет. Такая ситуация не у единственного дома. С ощутимыми недочетами отремонтированы другие дома в этом квартале. Здесь новые кровли, планируется реставрация фасадов, а вот водостойки не предусмотрены, что заранее сводят на нет все усилия строителей. Губернатор неумолим, контроль со стороны глав должен быть жестким, ведь это в том числе и взносы граждан. Программа 30 лет. Мы сегодня крышу отремонтировали, а через два года его признали ветхим аварийным. И в общем котле люди из соседних домов спросят, а вы зачем этот дом делали? В советском округе одна из самых популярных локаций советский парк. Надежда Окунева с дочкой здесь гуляют каждые выходные. И все же губернатор, смотрев территорию, остался доволен не всем. В плачевном состоянии памятник Ермаку. Плитка под постаментом проваливается, хотя установлен бюст всего три года назад к юбилею города. Нуждаются в уходе и другие мемориалы. В частности, старосеверное кладбище, отметил губернатор. Глава региона поручил разработать специальную программу по восстановлению памятников к 75-й годовщине Победы. Вы детально проработаете? Да, мы вплоть до каждой доски, которая у нас есть. Я уже не молчу, что там стоят у вас памятники без рук женщины и все остальные. А вот убраться во дворах и на тротуарах необходимо куда раньше, чем к следующему дню Победы. На уборку города выделена солидная сумма 450 миллионов рублей. Закуплена новая техника для наведения чистоты. И тем сильнее недовольство губернатора при виде стихийных свалок, которые в советском округе есть почти в каждом дворе. При этом здесь же свалка, здесь же газ у вас. Газголька одна. Место это правильно определено? Это позорище просто. Глава округа разводит руками вывозить все, что скапливается. Особенно сейчас, после субботника, физически не успевают. Региональный оператор очищает только контейнеры, но не скопившийся вокруг мусор. Губернатор это не устраивает. Глава региона поручил более тщательно просчитать, сколько скапливается отходов и сколько нужно дополнительных контейнеров. Не смогли главы внятно объяснить, откуда в округах появилось больше 800 нелегальных киосков, а также кто строит многоэтажки на их землях. Я не чувствую у вас хозяев этой территории, хозяев округа. Если мы не знаем, какой объект строится, да, многоэтажный, кто здесь застройщик, какие сроки ввода этого объекта, тогда эти объекты никогда не будут вводиться. Тогда у нас будут дальше продолжать мошенники, собирать с народа деньги, так и плодить очередные сотни тысяч дольщиков обманутых. Просьба еще раз почувствовать себя хозяевами своей земли. Александр Бурков дал однозначно понять главам районов. Ни губернатор, ни мэр за них работу выполнять не должны. В противном случае окружные администрации ждут кадровой перестановки. Елена Смирнова, Александр Саражин, Сергей Негифоров, 12 канал. Прогулки в омских парках не опасны. Клещей в зеленых зонах нет, об этом заявили в мэрии. Специалисты провели повторное обследование парков после корицидной обработки. Проверили советский парк и парк имени 30-летия ВЛКСМ, а также сады Сибири и имени Кирова. Опасных кровососов ни в одной зеленой зоне не обнаружили. День Победы Десятка продолжит Дарья Шадрина. Дед наш был героем настоящим по жизни. Не могу сказать, что он очень строгим был с нами, но если там какая-то сложная такая ситуация... Рассказывая про своего отца, герой Советского Союза Владимир Леонов вспоминает. Воспитывал в строгости. Утром зарядка, отбой по расписанию за провинность наказания. Быть дисциплинированным Михаила Леонова научила армия и война. На фронт попал в апреле 42-го. Был разведчиком и снайпером, воевал на Карельском фронте. Здесь вызвался добровольцем штурмовать укрепленный немцами северный берег реки Свирь. У них пристрелянная река была. И поэтому их лодки разбивали в Дребезг. Одна справа, слева разлетались только. И вот он дал команду прыгать. Они побежали там по дну. Добежал, потом выбежал на береге. По траншеи бежит один ДОТ. Там забежал, ну, уничтожил. Там два фрица, так сказать, сбило. Леонов уничтожил восемь огневых точек противника. Вместе с боевым товарищем они держали оборону, пока не подоспело подкрепление. За отвагу присвоили звание Герой Советского Союза. Сейчас его имя красуется на монументе славы, что на бульваре Победы. Городская улица названа в честь фронтовика. Один из самых богатых на Героев – Кировский округ. В списке улиц – перелет Рокоссовского, Конева, Кышевого, Дмитриева. Фамилию последнего носят еще и детские сады, библиотеки, станция юнатов и школа. В одной из них есть музей, где хранятся документы, фотографии, мемуары. Больше тысячи экспонатов. Боевая история у Дмитриева богатая. Боевал на пяти фронтах. Отличился уже в 41-м. Под Днепропетровском ему пришлось вести разведку боем. Неоднократно он в этом участии принимал сам. И возглавил он сам по указанию командира дивизии Замерцева Ивана Терентьевича. Ему пришлось возглавить боевой отряд, который действительно воевал достойно под Днепропетровском. И за эту операцию Алексей Петрович, он как командир этого отряда, он получил орден Красной Звезды. А надо сказать, что в начале Великой Отечественной войны награды давали очень редко. Звание Герой Советского Союза ему присвоили в 43-м за форсирование Днепра. Участвовал в боях за освобождение Украины, Румынии, Венгрии, Чехословакии. А после войны занимался патриотическим воспитанием. Вел передачи на Омском телевидении. Мирная жизнь и его отличительной чертой была улыбка. Он был всегда улыбающийся. Я не помню в доме, в семье, чтобы он не сделал нам детям козу, чтобы он не принес на какую-то сладость, чтобы он не заставил нас рассказать какое-нибудь стихотворение. Дмитриева, Леонова, Перелета, Рокоссовского, Гуртева. Почти три десятка омских улиц названы в честь героев Великой Отечественной войны, которые в те страшные годы ковали для нашей страны победу. Десять из них это омичи. Дарья Жадрина, Сергей Гаев, Александр Саражин, 12 канал. Больше 20 тысяч рублей для бездомных собак и кошек собрали омичи в эти выходные. В Советском парке организовали сбор кормов и денег для животных сообщества «Будка». Здесь развернули интерактивные площадки и благотворительную лотерею. На сцене выступали артисты. Ну а главными героями праздника стали четвероногие друзья. Любой желающий мог выбрать себе питомца. Сейчас на передержках у волонтеров около 150 собак и кошек. Для них ищут хозяев. Всего за 12 лет работы добровольцы нашли новый дом для 10 тысяч животных. Поймали ритм доминиканской бачаты. В фарке 30-летия в ЛКСМ прошел первый танцевальный мастер-класс. Оригинальные па популярного латиноамериканского танца демонстрировали профессионалы, а около сотни мячей их повторяли. Среди учеников и молодые влюбленные, и пары со стажем. Учить танцевать о мячей будут до конца мая по субботам. Всех желающих ждут с 19 до 20 часов у главной сцены парка культуры и отдыха. В эти выходные по плану вновь романтичная бачата, а 25 мая зажигательный хастл. Если танцевальные уроки будут востребованы, в администрации парка пообещали проводить их и летом. Появятся в парке 30-летия в ЛКСМ и новые развлечения для детей. Аттракцион установят в ближайшие два месяца. Это своего рода гоночная трасса для детей старше трех лет. На вращающейся платформе разместят два больших и два малых джипа, две легковушки, гоночные болиды и четыре мотоцикла. В Амурском поселке открылась спортивная площадка, за которой проголосовали о мячи. Напомню, где появятся тренажеры, жители региона выбирали сами в онлайн-режиме. Свои голоса отдали 33 тысячи человек. Оборудование в Саду Сибирь установили суперсовременное. Такого ни на одной из уличных площадок Омска нет. Зачем, приходя сюда на тренировки, нужно обязательно брать с собой смартфон, расскажет Ольга Колесник. Сад Сибирь теперь станет местом притяжения для всех любителей здорового образа жизни. Буквально в эти минуты здесь идет открытие спортивной площадки от Александра Шлеменко. Боец ММА подарил микрорайону уголок, где можно будет заниматься спортом. Предлагаю прямо сейчас пройти вовнутрь и посмотреть, как это было. Площадка в Саду Сибирь официально открыта. За наше светлое будущее и за будущее наших детей. Живите трезво, все у нас получится. Всех с праздником поздравляем. Итак, гонг прозвучал и площадка официально открыта. И уже сейчас здесь вы видите очень много людей. Все пробуют заниматься, пробуют свои силы на новых тренажерах, но они уникальны. Прошу обратить внимание, что здесь наряду с такой инструкцией, как нужно заниматься, есть еще и вот такой код. И здесь при наведении смартфона видеокамеру включаем и выводится на экран тренировка. То есть она открывается. Ее можно открыть в интернете. И инструкторы здесь расскажут и покажут, как правильно делать упражнения. Такого в Омске еще не было. Это первая такая площадка. Поэтому заниматься здесь будет проще. Ну, сейчас как раз проходит экскурсия. Александр Шлеменко рассказывает, как можно заниматься на этих тренажерах. Но я хочу узнать у людей, насколько комфортны. Смотрите, попробуй сейчас стоять. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как вам тренажеры, как площадка? Ой, тренажеры великолепные, площадки великолепные. Все попробовала. Все. И вообще горжусь своим учеником. Александр Шлеменко, ваш ученик? Александр Шлеменко, мой ученик с 1 по 10 класс, учитель физической культуры. Первые азы закладывала я. И очень им горжусь. Очень хорошие азы вы заложили. Пробовали уже какие-то тренажеры? Да, и присед. И как? Отлично. Удобно? Удобно, да, очень удобно. Нагрузки на спину такую не чувствую. Прям очень хорошо. Стараемся идти в ногу со временем. И тренажеры, вот, можно говорить, любой может посмотреть, как они изменились. Первая на набереже Тукачевского была площадка. Сейчас это совершенно разные вещи, да. Это вот этот вот и код и так далее. Но технологии идут, и мы тоже не стоим на месте, стараемся соответствовать для того, чтобы наши амичи были здоровее, сильнее. Спасибо нашим партнерам. В первую очередь я рад, что являюсь послом родных городов, социальных инвестиций, «Газпромнефти», ну и также правительство Омской области, которое тоже всячески идет на то, чтобы у нас появлялось и население было здоровее. И так уже сейчас понятно, что спортивная площадка от школы «Шторм» будет пользоваться огромной популярностью здесь, в саду Сибири. Ну а следующий спортивный комплекс откроют уже 25 мая. На «Красной звезде» школа «Шторм» приглашает гостей на открытие. Ну а мы, Ольга Колесник и Сергей Никифоров, обязательно будем там. Впереди прогноз погоды, ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно на сайте 12-й канал.ру, там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». И о погоде спонсор прогноза ИП «Сивкова МБ». Выставка продажа теплиц в Омске, парковка Оукет интерьера и континента. Телефон 505023. Сегодня 13 мая в Омске и области переменная облачность, температура воздуха в районах плюс 7, плюс 10. В Омске днем 9-12 градусов тепла. Ветер северный 5 метров в секунду, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Овощи с прилавка? Это не годится. Выращивай и ешь из своей теплицы. Выставка продажа теплиц в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. Доставка и хранение бесплатно. В апреле при покупке теплицы парник в подарок. Площадь у Кит интерьера и континента. Телефон 505023. Пока это все новости. Следующий выпуск смотрите в 14 часов. Хорошего дня.